Молодые специалисты, которые вернулись в округ после получения высшего образования, получат квадратные метры. Закон, дающий право на получение специализированного жилья, депутаты окружного собрания приняли на сессии сразу в двух чтениях. Всего парламентарии рассмотрели 17 вопросов в повестке дня. Законопроект о специализированном жилье для молодых специалистов, жителей Ненецкого округа, которые закончили вуз и вернулись домой, будет распространяться на тех, кто поступил на работу в окружные бюджетные учреждения, государственные унитарные предприятия, а также в органы власти. Право на получение квадратных метров получат те, кто не имеет своего жилья или проживает с родителями. Закон мы распространяем на тех специалистов, которые уже прибыли сюда, в город Наринмар или в округ в течение последних трёх лет, у которых возраст не менее, ниже 30 лет, так говорится. Тем самым мы хотим заинтересовать привлечение сюда, в округ, молодых квалифицированных кадров. Поддержит округ и сельское хозяйство. На сессии приняли новый порядок и условия субсидирования оленеводческих хозяйств, а именно ввели единую субсидию в виде проференций. Состоит она из двух частей. Первая – на реализацию оленины. Увеличена на 20% и составляет 128 тысяч рублей на одну тонну. При условии реализации мяса на мясокомбинат. При продаже оленины прочим потребителям субсидия составит 76 тысяч рублей. Кроме того, депутаты ввели субсидию на возмещение транспортных расходов. Причём для каждого хозяйства установили индивидуальный размер. С учётом того, что расположены они в неравной удалённости от центра. И предоставили хозяйствам право самим определяться, как они будут доставлять сырьё в Наринмар. В целом, в окружном бюджете на текущий год заложено 153 миллиона рублей на поддержку нашего оленеводства, на закупку мяса оленины. И я полагаю, что уже в течение этого месяца наши хозяйства должны получить эти средства из окружного бюджета в соответствии с новым порядком. Этот порядок был обговорён со всеми руководителями наших оленеводских хозяйств. И я думаю, что она позволит стимулировать наше хозяйство, реализовывать как можно больше мяса оленины. Также окружные депутаты приняли законодательную инициативу о внесении изменений в статью Бюджетного кодекса Российской Федерации. Речь идёт о предоставлении бюджетных кредитов хозяйствующим субъектам, работающим на территории Крайнего Севера и приравненных к ним субъектов, то есть предпринимателям, которые обеспечивают товарами отдельные населённые пункты. Необходимо предоставление таких бюджетных кредитов, которые имеют пониженную ставку, в отличие от ставки Центробанка. И мы вышли с этой инициативой для того, чтобы на самом деле эта мера поддержки была. Это будет поддержка как предпринимателей и хозяйствующих субъектов, так и непосредственно население, которое проживает в этих отдалённых населённых пунктах. Наталья Кордакова отметила, что от принятия этой поправки во многом зависит качество жизни жителей окружных сёл. Ненецкий округ получит финансовую поддержку из федерального бюджета. 4 миллиона 800 тысяч рублей выделено на реализацию региональных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства. Соответствующее постановление с перечнем регионов получателей субсидии было подписано председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Целевые направления субсидий – гранты для поддержки начинающих предпринимателей, а также возмещение частичных затрат для уплаты части платежа при заключении договора лизинга. По каждому из этих видов безвозмездной поддержки комитет инвестиций и предпринимательства будет объявлять конкурс для предпринимателей региона. Освоение федеральных средств начнётся после оформления соответствующей заявки. Объём бюджетных расходов, предусмотренных на социальную поддержку граждан Ненецкого округа, уменьшаться не будет. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин на заседании администрации. Участники рассмотрели законопроект, который предполагает внести изменения в окружной закон о поддержке семьи, материнства и детства в Ненецком округе. Речь, в частности, идёт об адресном принципе социальной поддержки, который даст возможность предоставить помощь большему числу жителей округа. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения подготовил поправки к закону, которые в целом позволят увеличить количество детей, направляемых на оздоровление в санаторно-курортные учреждения. Эти изменения основаны на двух принципах, о которых неоднократно говорил глава региона. Это адресность и нуждаемость. К этим принципам глава региона добавил ещё и необходимость эффективного расходования бюджетных средств. «Мы должны помогать тем, кто в этом действительно нуждается, всё остальное неэффективно», – добавил Игорь Кошин. Переход к адресному принципу социальной поддержки позволит увеличить число детей, которым будет предоставлена возможность пройти оздоровление в санаторно-курортных учреждениях. На сегодняшний день по возрастному критерию на такую поддержку могут рассчитывать почти 6 тысяч детей и подростков. В 2015 году только половина из них отправится в санатории и здравницы нашей страны. Дети «Цветы жизни» не только для родителей. Большую поддержку подрастающему поколению оказывают и власти, как федеральные, так и региональные. В нашем округе помощь оказывают многодетным семьям, детям-инвалидам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам. Одного собрать в школу и на тренировку, с другими поиграть и покормить. Так начинается каждый день многодетной мамы Светланы Медниковой. О том, что она станет хранительницей очага большой семьи, Светлана никогда и подумать не могла. Появление второго ребёнка они с мужем ждали 12 лет. И вот в 2013 году чудо свершилось. На свет появились двойняшки – Тимур и Лейсан. Это было неописуемо. Это, во-первых, долгожданное было. Это было неожиданно. Конечно, это была радость неописуемая. Даже сейчас, даже… Ну, это не описать. Была просто радость. Радовались все и близкие, и родные. Ну, все друзья, все рады, потому что все знали, как мы долго мечтали о детях. Почти сразу после рождения семья Медниковых получила сертификаты на материнский капитал и компенсацию при рождении третьего ребёнка. 50 тысяч рублей пошли на покупку самого необходимого для новорождённых. Через месяц после появления малышей Медниковы получили и земельный участок. Весомая такая помощь, да, это строительство дома. Нам дали субсидию, и вот, и очень строительство нам помогло. Нам даже пришлось взять чуть-чуть в банке, чтобы достроить дом. Большую часть намного государства, как много деток. Сейчас семья из пяти человек ютится в двушки на 40 квадратных метрах. Дом полностью готов для заселения. Но к участку пока не подведён ни газ, ни электричество. Новый дом у нас 150 квадратов, где-то так, ну чуть больше. Там у каждого своя комната будет, большая кухня, зал, прихожая большая для большой семьи, где чтобы мы раздевались, не мешали друг другу, не ругались, как здесь. Материнские капиталы семья направит на погашение кредита и на покупку самого необходимого в новый дом. А пока полуторагодовалому Тимуру и Лейсан вполне хватает места для игр и в маленькой двушке. Тем более с ними всегда рядом лучший друг и старший брат Данил. Он же главный мамин помощник. Когда маме надо уйти куда-нибудь, в город поехать, я остаюсь с ними, нянчусь, помогаю ей. По словам Светланы, если бы не помощь родных и властей, растить троих детей пришлось бы намного тяжелее. В среднем в месяц семья Медниковых получает от 30 до 40 тысяч социальных выплат. Также ежегодно на школьников и студентов средних учебных заведений выплачивается по 15 тысяч рублей. Для покупки необходимых в учебе принадлежностей, а также одежды и обуви. Оплачивает регион и часть коммунальных платежей большой семьи. Поддержку округ оказывает не только многодетным. Хорошую социальную помощь получают семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. С прошлого года региональные власти стали оказывать поддержку и одаренным детям. Под программой, государственная программа социальной поддержкой граждан предусматривает поддержку, скажем так, детей, которые добились чего-то, каких-то успехов. То есть семьи, где воспитываются дети в нормальной обстановке, то есть у них может быть все хорошо с достатком, они являются призерами каких-то олимпиад. И вот таких детей мы тоже с прошлого года решили, что будем поддерживать. Более того, для решения этого вопроса было непосредственно указание президента Российской Федерации. Дети, которые добились успеха в спорте, искусстве или учёбе, раз в два года вместе с путёвкой в детский лагерь получают возможность и бесплатно доехать до места отдыха. Дорогу школьникам оплачивает регион. За окружной счёт могут отдохнуть и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также и семьи по путёвкам мать и дитя. Задать вопросы и получить личную консультацию вы можете на приёме народных избранников. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Ненецком округе информирует о датах личного приёма депутатов. 16 апреля вас примет Александр Король, депутат Совета Заполярного района. 20 апреля вас ждёт Виталий Кожевин, депутат Городского совета. 22 апреля приём ведёт Даниил Исполинов, депутат Окружного собрания депутатов. Приём проходит с 14 до 17 часов по адресу улица Смедовича, дом 20А, здание культурно-делового центра Арктика, вход в площади Марацей. Телефон для справок 2-16-90. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова